Просто некоторые персональные наблюдения по сегодняшней цели. Они в какой-то мере отъявляют мое давнее утверждение, что археология, моя наука, не историческая наука, а наука прикладная, родственная криминалистики и делу детектива. Для меня археология, археолог – это следователь, и опоздавший к месту происшествия на тысячу лет. История – это суд по карьеру. Мы недаром говорим о суде истории. При отборе в науку на какие качества кандидатов нужно обращать внимание? Какие качества личности приводят к успеху в науке? Что ж не видно? Написано на эту тему много. И, разумеется, добившись некоторого успеха, сами пытаются объяснить себе, что их к этому привело. Часто называют выдающуюся парню. Я, наверное, не выдержу этого испытания. Вот мой шуврин, Аркадий Николаевич Хазанов, Аркадий Николаевич Хазанов, невропатолог. Он был один в военной медицинской академии, потом в начале лаборатории, испытывающий неврную систему урочек в полете. И потом начальник рифского мозга. Он имел выдающуюся парню. При этом она у него была наследственная. Многотомную энциклопедию Брагауза и Ефрона он помнил наизусть. Почему-то именно Брагауза и Ефрона, а вот Советскую, большую Советскую он бы только не станет. Брагауза и Ефрона всюду. Стоило кому-нибудь в разговоре за трапезой упомянуть, скажем, город Вилиш, как тотчас Аркадий проворотал про себя. Уездный город Витебской губернии на западной длине, присоединён к России в 1772 году, то революции было 14-го времени за годом, два макомольных, 37 кончаток, один клевовальный, две публичные библиотеки, одна больница. А его отец, старый арбократ Николай Маркович, несколько секунд ждал, а потом рукавизненно глядел на сына, разглаживал стесающие усы и добавлял упущенное. Город основан в 1536 году в поведении Ивана Грозного, когда русским воеводом-князем Иваном Барабашиным был построен замок о девятих башнях, который был потом сожжён Гетманом Иваном Замысиным в 1580-м году. Об Артемии Владимировича Арцеховском в многолетнем зале кафедры археологии Московского университета его ученик Фёдоров писал. Профессор знал всё, абсолютно всё. Он безошибочно помнил даже фамилии, имена и отчества каждого студента на курсе. О его финансальных знаниях ходили легенды. В институте археологии говорили, что профессор знает отлично биографии всех юридических консулов, всех французских министров за всё время арестанции всех американских президентов и даже почему-то всех членов Государственной Думы, всех четырёх созывов. Это Фёдоров писал о нём. Имелось в виду дореволюционная Дума. И уж, что он подробно не стал воспоминания. Эта же характеристика и с этими же деталями фигурирует и воспоминания академика Янина, другого ученика Арцеховского. Добавляют ещё, что Арцеховский наизусть дипломировал целые поляны под Горацио до Моякова. Я понимаю, почему он поломнил именно Рим и Францию. Понимаете, Рим как-то напоминал ему судьбы Рима. Он сравнил с судьбами Российской империи. А Франция, революция, французская революция для него, это как-то всё ассоциировалось с революцией, в которой он участвовал, а он был сначала в войсках генерала Таркетина, а потом был инициатором внедрения французма в церковь. Блестящая память зафиксирована у неизвестных учёных, для меня здесь интересно прежде всего, но память вообще различна по качеству и очень избирательна. В одном своём выступлении Рудольф Бирхов, выдающийся, пока логоматный основатель первобытной антропологии и археологии Германии, цитировал и высказывание Фитика Германа, он делен кольца о самом себе. Он говорит, что никогда не может запомнить не связанных между собой вещей, и поэтому изначально придержим вопросам, в которых одно развивается из другого. А вот о себе Бирхов поведал, что он с ранней юности имел безграничную память на не связанные между собой вещи. И это очень пригодается в антропологии, где всё ещё не взаимосвязанных, когда где-то найден нож, игла, каменный топор, орнамент, он хочет служить на этой безошибочной надёжностью, где встреченный такой же нож, такая же игла, такой же каменный топор, такой же орнамент. О своей отличной памяти он ронял. А кто память? Да нет вообще ничего такого. Что человек хочет удержать, кто ему держится? Ситирую, что от них его первого фандемия. Он не имел надобности удерживать в памяти связи по развитию, не имел вкуса к этим связям. В материальной культуре ему запоминалось лишь внешнее сходство, аналогии. Это тоже связь, но без идей развития. Связи, определяющие территориальное распространение, случайные связи. Похода за аналогией стала излюбленным спортом в немецкой и не только в немецкой археологии. Похожую память имел другой крупный археолог, Флиндерс Питрин, знаменитый циталь. С детства оказалось, что у него природный дар, цифра и исключительная визуальная память. Его описал как математический феномен известный естествоиспретарь Фрэнсель Гаттон. Путин, да, в своей книге исследовал человеческие способности. Икли может быстро складывать в нем огромные суммы, удерживая перед умственным взором как бы скользящую шкалу, частью которой обычным людям должны видеть перед собой на бумаге. Он мог бы выступать в цирку, но предпочел на ум. Позднее те, кто работал с ним в поле, отмечали его исключительные способности вспоминать, где он увидел какую-то форму или некое сочетание, конфигурацию, даже если это было за 21 года. Регер считал, что такая память особенно нужна гуманитариям. Я бы уточнил ученым, изучающим культуру, ибо в ее развитии логики мало и очень влиятельны случайные сочетания. Такой памяти важной для археолога я не имел. Более того, отсутствие надежной механической памяти, мне кажется, даже способствовало развитию мышления. Где другие подполагались на память, мне приходилось, опираясь на некие исходные данные, которые, конечно, приходилось держать в памяти, остальное добывать новыми рассуждениями. тоже имел в виду и геленгольц. Я уж не говорю о том, что к старости стал забывать и слова, как склероз, как ни как. Но некой специфической памятью и наблюдательностью я, наверное, все же обладал. Для внешнего наблюдателя это, наверное, было, как выдающаяся память, хотя на деле не было такого. Приведу пример. В конце 1960-го года сотрудница кафедры, где я работал, в Летинбуре Рыбалово, показывала коллегам свою находку и опрашивала всех, не видел ли кто-нибудь что-либо подобное. Клюму в поселении Костябронского века она нашла в 1958-м году за 2 доллара в том, небольшой, помещающийся на ладони костяной диск с отверстиями и выступающий в одну торговую сторону шипами. В целом это было похоже на модель круглого столика на 4-х ножках. Я тогда занимался, межу прочим, эйгейским миром и регулярно читал европейский артеологический журнал. Похожие вещицы я увидел в статье Алана Уэйса «Мекенская тайна» в журнале «Артеология» Сексима. Он собрал и опубликовал целую серию подобных предметов из поздних оландских памятников. Это были небольшие орнаментированные диски из бронзы, костей, глины, снабжённые каждым отверстием и шлимя шиками, отходящими в одну сторону. Уэйса терялся в догадках, что это такое. Персон опубликовал один такой предмет как частку от мяча, частью ингрессии. Рейхель как навершие шлема. Уэйса сопоставляла взглянными модельками мебели табуретов, тронов, столиков, но те добавляла сделанные в другой технике и не аргументированные. И так назначение предметов оставалось в тайне. Но, по крайней мере, «Мекены» это уже была датировка. Я поделился своими сведениями с Валентиной Дмитрией Валой, а она предоставила и саму наподку Латынину, которая уже раньше работала на эту тему, и они стали готовить публикацию. Но вскоре, прежде чем появилась статья об этом, вышла подробная сводка Константин Федоровича Смирнова, в которой были классифицированы и объединены не совсем такие, но явно ротные предметы из степей в Бенгрии, псалии, части архаической японской кузлы, близкие попутцы к трензелянам. Крымским, и Микенским находкам особенно близки были древневосточные металлические псалии в виде колесиков с шипами и ленгерские костяные дисковидные с боковыми отродствами. Почему я запомнил эти историки из Микена? Но сначала еще пример. Другая сотрудница нашей кафедры, Антонина Владимировна Довыдова, привезла из экспедиции, которой она руководила, раскапывая гуннское поселение, странный керамический пример. Половина у баночного сосуда, разрезанного вертикально пополам, закоска в том, что сосуд был таким и обожжен. То есть, если он и был разрезан, то до обжига находка была единичной. Дотошный и опыт и артолог практик. Скептически относившись к моим теоретическим занятиям, Антонина Владимировна обратилась ко мне с вызовом. Вот вам случай доказать, на что способен теоретик. Определите, пожалуйста, что это за предмет. Аналогии ему нет. Если сможете это сделать, я буду готовы публично признать вас гением. Мысли мои, естественно, были направлены на мир посуды. Но не выгрозить джигунов с настенными кашпо. Да такие кашпо должны иметь стенку, или хотя бы дырочки для крепления. Можно представить себе, что это матрицы формы для некой полужидкой субстанции типа теста. После застывания, при запекании которых в холодильнике разнимались, чтобы легко вынуть содержимое, не разрушая сосуд. Но тогда предметы должны быть паровыми, а они не паровыми. А коль скоро функционировали одиночные половины сосудей бессмысленны, то сомнобой направлась новая, ну, некая культовая назначение с мистическим смыслом. Половина мира, полк мужской и женской и так далее. Мне повезло. Готовясь к реакциям по введению в археологии, я листал лазерные учебники в этот пример. В одном из них, относящемся к античной археологии, я натолкнулся на знакомую половину сосудов. Это оказалось известное в классическом мире приспособление для женской домашней работы с пряжей на колени по-гречески «эпинетром». Его сначала трактовали как разновидность черепицы для крыши, но Карл Роберт в конце 19-го века установил его истинное назначение и название в древнегреческом быту. Сохранились изображения, где «эпинетром» показов и «менений», а на самих античных археологических участках изображены сцены из женского мира. Моей гениальности это открытие, конечно, не доказано. В лучшем случае нету подразумчивость, как люди соблюдались. Но удача на неожиданном управлении поиска примечательна. Аналогии из античного мира гуннскому изделию показались столь несуразными специалистки по гуннам за Пайкани, что, несмотря на собственное образование античности, она ученица Блаватского, античница, она не предела мою подсказку всерьез и не включила это опознание в публикацию. Так и опубликовала непонятные предметы. Между тем, спират и ленчины работают во всех культурных сферах. И аналогия здесь, или полмология, но это сопоставление дает, мне кажется, единственную возможность повторить. Этот случай, мне кажется, показывает, в чем секрет моих частных успехов, на помощь археологического детективного расследования. Получив запрос с вызовом, я надолго убежал в памяти эту половинку сосудов. И, встретив похожее изображение, сразу же установил связь. А занятия теорией мне лишь помогли преодолеть барьер между разными обществами археологии. Тоже и с дисковидной псалией. Но там не было психологического вызова, просто у меня в памяти автоматически откладывались и удерживались аномалии. Обычные закономерные вещи мне плохо запоминаются. А вот то, что выламывается из обычного порядка вещей невольно заслевать в памяти. Закон банален. А где нарушение закона, там проблема. А где проблема, жди открытие. Дарвин обращал внимание на эту избирательность памяти, говоря, что хорошо помнить все высказанные подтверждающие его воспитывения, но моментально забывает возражения. Такой вот закон Дарвина. Он советовал исследователей выписывать на специальные карточки встреченные контраргументы и держать их на липе. Я придерживался этого совета. И теперь могу дополнить закон Дарвина законом Дарвина. Я, как правило, чаще всего забывал, куда я записал эти контраргументы. И что я их записал вообще. Я не один с такой искренней нелюбовью отношусь к контраргументам и ловлю себя на том, что принимаю все от меня завищещее, чтобы их забыть. Помню свою первую самостоятельную полевую работу после университета в 1951 году я провел на Украине. Я найдался большую археологическую экспедицию на реку Волочин. Там было строительство одного из грандиозных каналов, и нужно было раскопать огромное количество лугарных ручей. Я приехал со своим отрядом из Ленинграда, и мы работали отдельным отрядом в десятках километрах от основного ядра экспедиции. Но раз в две недели мне приходилось добираться до основного ядра по административным делам. Начальником экспедиции был известный автор Алексей Иванович Теринович. У него были свои взгляды на храмологические соотвержения культуры, у меня свои. Однажды я пребываю на базу и вижу раскопанные только что вещи, разложенные некие упаковки. Среди них в девятом подъявлении одного гугана каменный топор бородинского типа к сожалению я не захватил с собой его рисунка он считался тогда поздним а с ним в одном комплексе ранние костяные прорези. Я попросил разрешения и быстро зарисовал себе этот интересный комплекс. Мне было очень любопытно как его будет трактовать Алексей Иванович. Ведь всей каждый факт не укладывается в его концепцию. Свой отчет я сделал в зале и сдал его а ждать всей публикации пришлось в девять лет. С нетерпением я листаю тон, нахожу нужный гуган и листаю погребенье 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, то ли что такое ради девятая а его нет. То ли сочли ошибочно то ли потеряли но ведь как удачно потеряли а я его не только я его зарисовал но и еще один приезжий археолог Бучкаев прошло многое Алексея Ивановича давно нет отбор дошелся в хранилище его обобиновали в украинском учебнике правда без комплексов память она послушная что-то Вирхов был прав это с возрастом она начинает не служить склероз наверно и с ним где-то не управится важно знать свой тип памяти использовать его плюсы и учитывать его минусы старая истинно начертанная раме Ападона познай самому себя относит спасибо поскольку сэкономленное время я думаю мы действительно если нет разражений увеличим до полчаса как-то